Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг. Сегодня у нас с вами будут пирожки из лаваша. Очень простой рецепт, который вы можете найти на моем канале, который называется iCook. Ссылка будет в инфобоксе. Заходите, готовьте и давайте кушать вместе. Пахнет просто обалденно. Здесь я подготовила мой любимый соус. И давайте уже приступим. Как вы заметили, у меня новый задний план. А все почему? Потому что я сижу на кухне. Очень вкусно. Последний вообще фон, где я сидела в зале, в гостиной. Меня мама себя ругает, что в зал никто не говорит, это неправильно. Ну в общем, не суть. Вам в принципе нравился мой задний план, последний. Но я решила, что нужно как-то разнообразить. Здесь я никогда не снимала. Посмотрела, вроде смотрится очень даже презентабельно. Почему бы нет? А как вам? Пишите обязательно в комментариях. Кому неохота заходить на мой канал, я могу объяснить, что внутри. Здесь плавленый сыр. Здесь яйцо и лук. Лук именно зеленый, потому что репчатый я не очень люблю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. На моем новом канале был такой вопрос. Почему вы готовите так мало, а не на всю семью? Причем этот коммент был под видео, где я готовлю чебуреки, а там их было 15 штук. Вроде немало, но я могу объяснить. Сейчас мы с мамой вдвоем. Мама решила худеть. Остаюсь я одна. Поэтому много готовить смысла нет. Вообще буду стараться больше снимать для канала iCook, потому что там должна быть база. Канал кулинарный. И нужно его поднимать. Вам всем вообще огромное спасибо за поддержку. Я реально это ценю. Мне это очень приятно. Комментарии, которые вы все пишете. Я даже не ожидала. Там уже 3400 подписчиков. Это очень много. Потому что на своем канале, вот на этом, да, Айка Эмили, я набирала первую тысячу подписчиков, наверное, месяца за 2. А 4000 я набрала, может быть, за полгода где-то. Это все длилось очень долго. А тут сразу за один день. Очень приятно. К сегодняшнему видео я очень сильно наряжалась. Даже не знаю почему. Сидела, красилась целый час. Наверное, это связано с тем, что... Когда вы делаете мне комплименты, мне хочется в следующем видео выглядеть еще лучше. Как-то смотрела влог, по-моему, Юлий Пушман был. И она там говорила, что... Парни, нельзя говорить вашим девушкам, что они некрасивые, прыщавые, толстые. Наоборот, надо хвалить их и говорить, что они самые лучшие. И вот тогда девушка захочет стать еще красивее, что-то изменить себе и так далее. То есть появится какая-то мотивация. То есть вы мне пишите классные комментарии, мне хочется выглядеть еще лучше. Вот так вот. Вчера была у Фати. Для Фатиного канала сняли два видео. Одно такой челлендж, а второе шашлык. Так что обязательно ждите меня на ее канале. Последние несколько дней я постоянно дома. Хотя нет, вчера я была у Фати. но так в основном я дома. Мне немножко, если честно, это наскучило. Нужно придумать какое-то интересное занятие. Кроме блогерства. Обожаю листья салата. Вот именно такие мелкие. Они такие свежие. Они такие хрустящие. макаре. Макаре. И куфе. Также сегодня хочу переделать ноготочки, если успею. я люблю, когда ногти, знаете, какие-то яркие. В этот раз они получились какие-то обычные. Вроде бы ногти не отросли, время не пришло идти на коррекцию. А мне уже хочется поменять. Как-то не зацепило. Вот есть люди, которые делают ногти и говорят, что вот что под все. Давайте какой-нибудь бежевый или нюдовый, чтобы под все. А мне, если честно, когда ногти под все, мне кажется, что в них нету какой-то изюминки. Я люблю яркие ногти, которые не подходят ни под что. Даже если это не по сезону. Просто эти ногти мне поднимают настроение. Поэтому хочу что-то яркое сделать. Обязательно пишите в комментариях, как вам задний план. Потому что я долго старалась, вот стелила эту штуку сюда. Даже в процессе подготовок сломала свою любимую тарелочку. Белую. Я вообще очень люблю белую посуду. без ничего. Вот просто такая белая посуда. Причем, знаете, закон подлости. Вот есть полно тарелок, которые просто выбросить жалко, а оставлять дома стыдно. И ты ждешь, пока они сломаются и они не ломаются. А вдруг у тебя из рук падает та тарелка, которую ты просто обожаешь. у меня всегда так. Я вообще по жизни победитель. также сегодня купила тортик. Наконец-то я нашла тортик своей мечты. Он такой шоколадный, он такой красивый. Может, выставлю историю в инстаграм. Сколько я не смотрела мукбанкеров, ни разу не видела, чтобы кто-то съел торт вот прям до конца целиком и полностью. Я понимаю, что это очень трудно, это реально, наверное, невозможно. Но я в этот раз хочу попробовать. А вдруг получится съесть до конца. он вроде небольшой, но где-то такой. Прикиньте, у меня получится съесть весь. Но я не сладкоежка, вот у меня мама может весь торт съесть. А то, кстати, не факт. Не пробовали же. Реально нигде не везет, чтобы весь торт целиком кто-то ел. Рецепт, кстати, очень простой, очень вкусный. Его я выложила вчера, то есть я всегда буду делать так. Перед мукбанком будет рецепт, чтобы вы тоже приготовили и мы вместе с вами сели и покушали. Оригинально разве нет? Огурчики закончились? Также наконец-то из Грузии приезжает моя подруга Шелли. Я знаю, что вы все ждете совместное видео с ней. Она на следующей неделе мне так сказала, что уже будет в Баку. Поэтому скорее всего с ней тоже будет видео. в Баку. Один раз мы с ней снимали видео, потом что-то из-за ваших комментариев решили его не выкладывать. Но в этот раз мне кажется будет очень интересным, потому что она меня очень-очень хорошо знает. Она знает абсолютно все-все мои секреты. Есть даже какие-то вещи, которые, например, Фатя не знает, но Шелли знает все. Я не говорю, что она ближе мне, чем Фатя, но как-то так получилось, что мы с ней больше секретничаем, не знаю, что-то обсуждаем. Она вообще другой человек. Иногда мне кажется, что земля перевернется и будет все равно. У нас с ней, например, нету такого, что мы сидим обсуждаем каких-то мальчиков и вообще мне кажется наплевать на всех парней. Я вам так скажу, парням не нравятся девушки, которым наплевать на них. Вот тогда парни начинают бегать. Ну, это и так к слову. очень вкусно. Обожаю листья салата. водичку. Вообще я всегда стараюсь пить очень много воды, потому что вода полезная. Вода это тема. на улице вообще такая пасмурная погода. Вроде и дождика нету, но сплошные тучи. Очень не люблю такую погоду. У меня сразу настроение не портится. Очень вкусно. Здесь даже есть зеленый лук, хотя я его очень не люблю. Здесь просто сочетание обалденное. Макаем сюда. Я уже как-то приучила себя. Всегда когда что-то я ем обязательно куда-то должна макать. Это привычка наверное у нас из Макдональдса. Вот в Макдональдсе когда мы едим картошку фри мы макаем соус. Когда едим наггетсы мы макаем. Поэтому постоянно должна куда-то макать. Ммм. макдональдс макдональдс сейчас мы еще огурчик или помидорку. Не знаю почему нас дома отключили воду. у нас бывает это крайне редко потому что мы живем в новостройке и здесь типа не центральное водоснабжение или как это можно назвать. То есть у каждой новостройки стоит отдельный насос так можно сказать. Поэтому без воды мы остаемся крайне редко. Обычно когда не бывает света не бывает воды. Потому что без света не работает этот насос логика. вы знаете я могу остаться без воды. Главное чтобы был вай-фай. Как без вай-фая чтобы остаться это для меня испытание. Я элементарно например убираюсь в комнате. меня на ноутбуке стоит какой-то влог блогер обязательно какой-нибудь кушаю опять же у меня ноутбук включен какой-то мукбанг для меня самое сложное это просто остаться без интернета все последнее было очень очень вкусно мукбанг как-то как-то на пау мукбанг Обычно, когда я остаюсь без занятий дома одна, монстром становится холодильник. Я начинаю есть очень много, без ограничений. Остался кусочек. Ой, как это было вкусно! Обязательно приготовьте его тоже, потому что рецепт классный. Рецепт быстрый. Все, как я люблю. Все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok